Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет битва Аполлона Артемида против всех волчков третьего сезона. Наверняка все знают, как действует эта арена, но я еще раз покажу. Волчки на магнитах ставятся на вращающиеся тарелочки, запускается мотор и они начинают крутиться. После чего ваша задача выбить волчок, либо взорвать его. Потому что здесь финиш с остановкой почти невозможен, ведь бэи постоянно возвращаются в центр и стоят на свои места. Ну что, ребята, не будем тянуть, давайте запускать. Первый бэй третьего сезона. Виннинг в Валькере. Приводим вперед! А-а-а! Атака! И атака! И атака! Еще одна атака! Суперскости! Поражение взрывом! Аполлон Артемида вдвоем затащили этот супер-быстрый железный атакующий Вальтрик. Как я уже говорил в новостях, данный бэй является самым слабым из всех Вальтриков благодаря своему драйверу. Но посмотрим, как он взорвал их хотя бы на одну ячейку или нет. Нулевой урон! Честно говоря, я все думал, что сейчас взорвутся, сейчас взорвутся, либо вылетят. Но они не вылетели и не взорвались. Далее Ахиллес. Балансирующий бэй с крутым драйвером. В этот раз мы будем тестировать его на нижнем режиме. Потому что высокий более слабый. Ну что, ребята, включаем арену. Раз, два, три! Ой, надо было тренировать вперед. Так, смотрим. Нет, 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 нет! Куда? Так, не надо начинать бесконечные бои. Ахиллес улетел куда-то не туда. Он мог выиграть, но не получилось. Не в этот раз. Ну а мы переходим к императору Фарнелсу. Один из самых мощных защитных бэйов этого сезона. И является одним из моих любимчиков данного сезона. В общем, крутой волчок. Погнали! Так, начинает заряжаться. Ахиллес! И заработает, что такое дыр! Первое в одевании! А баллон уничтожен! Сможет ли он победить еще и Артемида? Артемида не такая красная. Ее сложнее быть. Нет! Нет, все же он ее не взорвал, но остановил. Но поставил на другую тарелочку, на чужую. Поэтому Артемида начала замедляться. И? Ну как сказать? Это победа или поражение? Напишите в комментариях. Атакующий Лондин на месте. Что с тобой? А баллон! Ставим на место. Погнали! И возьмем ты! Куда? Куда улетаем? Чисто три часа спустя. Выбей, выбей, выбей! Нет! Нет, 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 нет! У Ланджина не получилось. Он проиграл. Взрывоопасность! Рагнарюк! Саламандр в нормальном режиме. Рагнарюк! 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 Смотрим! Зарви! Зарви, зарви, зарви! Это я, шанси маленький. Не знаю, как это говорить. Совершенно та же самая история, что с Рагнарюком. Хотя нет! Нет, нет! Саламандр мог победить, но не победил. Ну, теперь явный фаворит и наверняка выигрывающий Геркулес. Рагнарюк! Добавим пень! Так! Дается нападать Аполлору! Получит ли это у него? Удары мощные и тяжелые. Оооо! Это самый мощный рон! Его перекруживают в разные стороны, и его сейчас разнесут. Ребята, Геркулеса разнесли. Что делать? Сразу после Геркулеса идет еще один мегамощный монстр. Это Феникс. Ревайв! Два-дин-фиг. Смотрим. Кстати, синие, а потом на Феникс откроем. Ребята, Арсенида выдувает. Это первая победа на Арсенида. И... И... Нет, все же Феникс проиграл. Вальс лево! Смотрим кусачка на месте. И вообще, кажется, выкусает. Ой-ой-ой-ой-ой! Кусачка где-то быстро вздулась. Икскалибур. Готовьтесь, сейчас будет настоящая битва. Переводим в пейс. Так, первый Солман. Первый пошел. А второй ушел. Аполлон взрывает экскалибра. Кто победил? Это, кстати, первый взрыв вообще БФ данной арены. Придется сейчас собирать Артемиду. Ну что сказать? Кербеус. Ну и опять победа Эклипса. Далее. Бэй, который может победить Артемиду. Но с Аполлоном будет странно. В общем, есть Пафлер. Погнали. Попрыгал по Аполлону. Тот Бэй, на который мы не надеялись. Че за это Валькирия? Давай, взрывай. Погнали, садим, садим. Валькирия, ты меня удивила. Она победила арену. Первая из этого сезона. Классно. Тот Бэй, на который мы очень часто надеемся. Сприган. Приводим вперед. Валер. У-у-у-у-у-у. Не-е-е-ет. Не-е-ет. Сприган проиграл. А теперь давайте вместе позависаем с Орг Эгиса. Погнали. Так. Конечно, он проиграл. Благодаря своей липучке. А теперь последний Бэй. Который у меня имеется в коллекции у этого сезона. Феникс. Дэд. Вот сейчас должно быть жарко. Вот сейчас должна быть победа. Ну, давайте посмотрим. Приводим вперед. Опа. Кого вывели? Королу вывели? Так. Какое-то мясо. Кто победил? Пишите в комментариях. Но, если точно сказать, мы можем сказать, что победил в сегодняшнем ролике Чозет Вальтрик. Ведь он единственный победил их по-честному. То есть, выкинул обоих в ловушке. Можно было еще и взорвать. Но ничего страшного. Странно. Я ожидал, что как раз-таки наоборот будет. Все выиграют, кроме Вальтрека. Ребята. Конечно, если бы я переставил вот так, наверняка бы Вальтрек проиграл. И, может быть, даже Эклипсы продавали больше. Но сильно начнут биться об стенку. Сильно. Смотрите. То есть, тут такая высота, что вот здесь, вот в этом месте, они прям бьются обверх стенки. Что и не является хорошим знаком. Но вот такое вот видео. Неожиданное. Но Бэйблэйд является неожиданной игрой. Ну а сейчас, всем пока и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...